Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист компании Гильтек по профессиональной косметике. В сегодняшнем видео я хочу продолжить тему ответов на вопросы. Предыдущее видео, которое, возможно, будет в виде ссылочки где-то наверху, в нем я отвечала на вопросы, посвященные аппаратной косметологии. А сегодня мы поговорим об уходе за кожей. Первый вопрос, сейчас я вам зачитаю. Первый вопрос, поступивший от нашей подписчицы, как уплотнить очень тонкую кожу. Ощущение тонкой кожи может быть в двух случаях. Либо это атомическая особенность, кожа изначально тонкая, как правило, принадлежит к плохому типу. Через нее видны капилляры зачастую. Она подвержена обезвоженности, испытывает часто чувство стянутости после умывания и такие соответствующие обезвоженности проблемы. Либо кожа может стать обезвоженной, чувствительной и такое будет тоже ощущение тонкой кожи у человека, если она подверглась какому-то агрессивному воздействию внешней среды. Как работать с такой кожей? Я предлагаю не использовать методы негативной стимуляции, то есть ускорять обновление кислотами, пилингами или какими-то еще более агрессивными процедурами, а работать с такой кожей при помощи так называемой позитивной стимуляции. То есть использовать те ингредиенты, которые будут мягко воздействовать на кожу, укреплять ее, уплотнять, улучшать барьерную функцию, препятствовать перекисному окислению липидов, то есть реакции перекисного окисления липидов на кожу, которые дополнительно повреждают ее обезвоживать и, кстати, вызывают старение. Так вот, ищите в косметике такие компоненты, как пептиды, особенно матрикины, ремоделирующие, реструктурирующие пептиды, релистаз, трептид, меди, матриксил и так далее. Обязательно в рутине должны быть антиоксиданты. В косметике у нас есть видео, посвященное отдельно антиоксидантам, кому интересно углубиться в тему, можно его посмотреть. Это, конечно же, всем известный витамин С, это ресвератрол, это ферруловая кислота, это гидроперцитин и много других компонентов. Также мы будем использовать обязательно при тонкой коже те ингредиенты, которые улучшают барьерную функцию, обладают влагоудерживающими свойствами, то есть высокомолекулярная гиалуроновая кислота, хитозан, фукагель и так далее. В следующем составе также глубоко увлажняющие компоненты, то есть низкая ультрамолекулярная гиалуроновая кислота, пептиды, опять-таки, которые способствуют более глубокому увлажнению, например, дефлопарин. Таким образом, мы будем использовать еще средства барьерные какие-то, ну, самый простой пример, это наш гель Церамид Скинсейвер с церамидами, с фитостеролами, с хваланом. И он как бы моделирует гидролипидную пленку, если она не состоятельна. Таким образом, если мы при помощи таких компонентов будем работать с кожей, мы улучшим ее барьерную функцию, он будет лучше удерживать влагу. И в то же время более глубоко увлажняющие компоненты, пептиды и так далее, будут стимулировать выработку структурных белков, дермы, то есть укреплять каркас. Кожа будет становиться плотнее. Также очень важно использовать сосуд, укрепляющие компоненты в своей ежедневной рутине, особенно если есть какая-то сосудистая недостаточность, потому что цвет лица очень хорошо напрямую зависит от кровотока, от микроциркуляции. Если мы будем использовать так называемые вазопротекторы, у нас будет улучшаться кровообращение, кожа будет уступать больше кислорода, питательных веществ, и она также будет уплотняться, это ощущение тонкой кожи может пройти. Перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос звучит так. Можно ли делать мануальную чистку, если на лице есть воспаление? Здесь есть определенные правила. Мануальная чистка предполагает действительно травматизацию кожи руками косметолога или каким-то инструментом, например, ложкой уны, наразовыми лицинскими иглами. Поэтому воспалений на лице должно быть минимальное количество. Допускается до 10 воспалительных элементов по полу или пусту для проведения мануальной чистки. Также у нас есть возможность почистить кожу при помощи отравматичной чистки. И ее можно делать даже при большем количестве воспалений. Что такое отравматичная чистка? Это когда мы не трогаем, можно сказать, лицо руками, а за нас работают химические компоненты. То есть сначала мы кожу очищаем поверхностно, потом производится какой-то легкий глубоко очищающий процесс. Как правило, это энзимная маска, например, или какой-то легкий небольшой процент кислот используется для отшелушивания, или просто холодное распаривание, гель для холодного распаривания. Дальше делается маска порослуживающая на основе, как правило, коалина. И в заключение такой отравматичной чистки мы делаем восстанавливающую, успокаивающую маску, как правило, с осудокрепляющими компонентами, с какими-то заживляющими ингредиентами. И таким образом мы не травмируем кожу, но избавляем ее от гиперкератоза, то есть предотвращаем закупоривание пор и вызываем новых воспалительных элементов. Ну, естественно, если имеется проблема, то тогда уже должно быть и в домашнем уходе какое-то количество противооспалительных компонентов или лечение, назначенное врачом-дерматологом. Перейдем к следующему вопросу. Он звучит так. Интересный, кстати, этот вопрос. Его задал мужчина. Работая ночью, можно ли ретинол, он имел в виду ретидерм, наш препарат 0,25, наносить утром перед сном? Хороший вопрос, на самом деле, потому что в инструкции к ретидермам 0,25 и 0,5 четко написано, что его нужно наносить вечером. Но имеется в виду, что не нужно наносить средства с активным ретинолом тогда, когда вы предполагаете выход на белый свет и на солнце. Потому что помимо того, что ретинол может спровоцировать фотосенсибилизацию, то есть повышенную чувствительность кожи к ультрафиолету, хотя, согласно исследованиям, это не так критично. Более критично то, что сам ретинол может быстро разрушиться, развалиться, можно сказать, под воздействием того самого ультрафиолета и не оказать нужного эффекта. И оказать, наоборот, какое-нибудь раздражающее действие на кожу. Поэтому, если вы ложитесь спать утром после ночной смены, вы спокойно можете нанести на кожу ретинол, и он точно так же, положенный 6-8 часов, окажет свое действие. Четвертый вопрос, зачитаю. Какие средства можно применять для мезороллера? Наш клиент подразумевает наши средства. Здесь я была бы осторожна, потому что мы не производим стерильные сыворотки, которые используются для мезотерапии, а мезороллер все-таки предполагает прокол рогового слоя эпидермиса. Да, действительно, сыворотки наши применяют при мезороллерной терапии, когда длина иглы не превышает 0,2-0,3, максимум 0,4 мм. Но все равно я всегда советую пациентам использовать лучше для мезотерапии, пускай и мезороллерный, дармороллерный, средства стерильные, потому что вы не всегда можете контролировать силу нажатия вот этим роликом с иголочками, и можете просто травмировать кожу. А если препарат не стерильный, вы можете банально занести инфекцию, например. Поэтому для мезороллера лучше берите стерильные средства специальные. И последний, пятый вопрос из нашего топ-5 самых часто включающихся вопросов. Это вопрос, зачем использовать тоник, если сейчас средства все щадящие, есть даже с слабокислым PH, нам вроде бы как не надо восстанавливать PH при помощи тоника. На самом деле тоник – это очень хорошая и нужная вещь в нашей ежедневной рутине. Он предназначен не только для того, чтобы вернуть PH на место, хотя это тоже немаловажно, особенно если мы используем очищающие средства не с кислым PH, например, и не с нейтральным. Тоник нужен еще и для того, чтобы, во-первых, дочистить кожу от каких-то балластных веществ, которые содержатся в водопроводной воде. Там могут быть соли, там могут быть какие-то еще частицы, вредные для кожи, которые мы снимаем при помощи тоника. Кроме того, тоник подготавливает кожу к нанесению различных активных сывороток, там, допустим, каких-то компонентов, увлажняющих компонентов. Лучше их нанести на кожу протонизированным специализированным средством, а не просто водопроводной водой. Конечно же, это не самый необходимый действительно элемент рутины, если вы, например, умываетесь водой из-под крана с обратным осмосом, который у вас стоит на кухне для питья, или, допустим, вы используете какой-то отвар трав для умывания, либо просто умываетесь кипяченой водой и слабокислым средством очищающим. Удаляете загрязнение, то тогда вы можете не использовать тоник. В принципе, это не обязательно. Но тоник – это очень хорошая, очень полезная вещь в нашей ежедневной рутине, и я всегда с вами пациентом рекомендую все-таки его использовать. На этом наши пять животрепещущих вопросов на сегодня закончились. Мы будем очень благодарны, если вы будете писать в комментариях ваши вопросы, на которые вам хотелось услышать ответ. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы узнать первыми о выходе нового видео, и поддерживайте наш канал лайками, если вам нравится то, что мы делаем. Субтитры сделал DimaTorzok